Вот, а вместо вас, если бы были космодессы, это было бы вообще идеально. Была бы идеальная игра по Вайхе. Смекронный, да-да-да. Потому что атмосфера прям вот эта. Что-то всюду все летит. Бам-бам-бам. Сверху корабли накидывают всяко. Там прям ощущение боя очень клевое. Да, и орки были бы тоже очень крутыми. Как раз они кучами, толпами там на тебя накидываются. Их разваливаешь. Было бы очень клево. Колдавец, прикол в высоком уровне сложности. Где тебя просто во все щели. Слушай, тебя может и во все щели. Мы как раз таки на самом высоком уровне сложности прошли, ну вот сколько было доступно планет. И нам просто больше нечего делать. В том-то и дело, что мы прошли на самом высоком уровне сложности. И больше нечего делать. Вот что делать, если ты на самом высоком уровне уже прошел. Ну типа что могу. Ждать пока откроются новые планеты, чтобы потом пройти. Вот и мы такие. Поиграли сколько могли. Ну вот на обнове можно будет зайти. Да, на обнове можно будет зайти. А так... Ну, поймите нас. Мы дошли до максимального левла сложности. Закрыли планеты, которые были доступны. И... А что нам еще делать? Ну, в следующей планеты, к которой мы зайдем, мы их тоже закроем. Мы это знаем. А какого-то конца у игры нету. То есть... Бесконечно высаживаться на планеты, чтобы... Бить жуков. Ну, это, конечно, весело. Ты насыщаешься этой темой. Вот. Прокачка кораблика. А зачем качать корабль? Твой. Если корабль тебе дает бонусы, которые помогают тебе биться на планете. А ты на планете на максимальной сложности и так все задания делаешь. Для чего тогда тебе апгрейд этого корабля? Это, допустим, вот у тебя не получается пройти. Ты апаешь корабль, чтобы стать сильнее. И потом у тебя получилось пройти. Вот. А если у нас и так получилось пройти, нам зачем? Поэтому, да, будет какая-нибудь обнова. Ну, прикольная. Я думаю, мы обязательно зайдем, сыграем. Вот. А так... Ну, мне игра очень понравилась. Ну, 20 часов в ней провел. Просто не хочется проводить еще больше, потому что уже, ну, будет однообразненько. А так атмосфера 10 из 10. Вот атмосфера 10 из 10. Это одна из лучших атмосфер, в которые я погружался в последнее время из вот таких игр, когда тебе надо против Орды сражаться. Очень клево. Почилить, поразвлекаться, вне кайф. Да, да. Это хорошая игра. Это прям хорошая, качественно, годная игра. Здорово, бро. Привет, гайз. Нет, нам не то, что это все супер просто. То есть мы просто на максимальной сложности все закрываем. Вот. Но не то, чтобы нам супер просто. Особенно на роботах. От роботов, если ты не бежишь постоянно, то ты получаешь пизды. Жуки-то ладно, жуки-пуси. А вот роботы. Что еще раз за игра? Helldivers. Helldivers 2. Последняя игра от Sony, которая вышла. Ты что, не слышал про эту демократическую игру? Я прошу тебя демократически ознакомиться. А зачем ты лежал, брат? Лежать не надо. В PUBG лежать можно только, если ты спасаешься именно от вражеского огня. А так в PUBG ложиться это ошибка всегда. Ты живешь, пока ты мобилен. Если ты лег, это значит, что у тебя какой-то низкий забор, и так ты будешь в сейве. Во всех остальных случаях ложить это не тарков. Здесь не надо ложиться. Да, и прикол этой игры в том, что она очень демократичная. Ну, не демократичная, а демократическая. То есть, если, например, загрузка долго идет, там написано, просим демократически подождать. Вот, в принципе, в самом начале вам показывают кадры, как люди несут демократию жукам. Все как в звездном десанте, в общем. Все как в звездном десанте. Очень демократическая игра. Так, а может тачку какую-нибудь нарулим? Ну, звездный десант... Звездный десант, заебись. Ну, это литер ли звездный десант, прям? Это прям звездный десант, только у вас, считайте, элитный отряд из четырех челов, которые идут выполнять задания, а не, типа, толпа пришла делать что-то. Зарелось в следующей части звездный десант, прям, первая. Слушай, по-моему, нет. По-моему, нет. А оно стоит того, разве? Разве в следующей части это не какое-то такое продолжение, ну, которое не заслуживает внимания? Полное дерьмо, понял. Ну, вот я почему-то, наверное, отталкиваясь от такого же и не смотрел. Ну, и как, знаешь, когда одна выстрел, а потом просто, чтобы сыграть вот на ностальгии, или... Ну, вот я почему-то, наверное, отталкиваясь от того, чтобы сыграть вот так, чтобы сыграть вот так, чтобы сыграть вот так, чтобы сыграть вот так. Он по мне попал, кстати, дважды, но как-то кривовато, видимо, попал. Игра такое себе говно была. Слушайте, вот. Если вы хотели поиграть в игру по звездному десанту, то Helldivers 2 это она. Это идеальная игра по звездному десанту. Ну, она, это идеальная игра. Только, ну, с одним но. Там нет такого, что ваших бойцов 40 человек, и вы против большого количества мобов сражаетесь. У вас 4 отряда, то есть. Там другая концепция, у вас сквадская концепция. То есть вы сквадом делаете задания. Все остальное то же самое. Огромные жуки есть, неогромные жуки есть. Поддержка с воздуха, всякие одноразовые штуки, которые вам сбрасывают. Я проигрую, которая нулевых была. Да-да, я понял, я понял. Я в нее не играл. Ну, а в целом, что если вдруг, вот, кому-то из нострагилирующих чувствах хотелось бы опробовать что-то из, так сказать, игровой индустрии, чтобы очень напомнило Звездный десант, то эта игра, там прямые отсылки к Звездному десанту. Там даже начальный ролик, это, ну, чуть ли не копия ролика из Звездного десанта. Прям прямая, прямейшая отсылка. Звездный десанта. Звездный десанта. Звездный десанта. не слышал что ли? не слышал видимо так, ну мы переключаемся полностью на семерки по понятным причинам, потому что у нас грозыч объявился так, я думаю мы пока второй вызывать не будем, на случай если нам разобьют шлем или броник, мы его вызовем еще раз а пока что вызывать в соло на самом деле нет смысла этот нет, есть смысл, конечно, есть смысл, просто в соло там же скалируется количество его хп от того один ты играешь или четверо когда ты играешь один, у тебя там хп в 4 раза меньше, то есть он с трех магазинов разбивается полностью какой-нибудь чел увидит, в тебя просто три магазина в тебя даст, а ты на этой корове пока развернешься, повернешься, чтобы там свалить с тебя эти три магазина уже и зальют, а если не зальют, то ну ты уже следующую какую-то стычку не переживешь потому что следующий чел, который тебя увидит, залил в тебя магазин, ты кончишься понял, отобрали я хочу сказать так, если там файт, то челик оттуда будет либо отсюда прыгать либо отсюда прыгать, либо там объезжать поэтому если мы вот тут почилим вот сюда Продолжение следует... 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 Чё так долго-то, блин, ты назад побежишь или ты уже? Продолжение следует... В спину залетел штрафной... Опа, наказали... А этот тот, кто наказывал... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...